Марина Серова Табу на нежные чувства Я бежала по темной, неосвещённой улице за парнем, который минуту назад напал на моего клиента. В неярком свете луны я отчётливо видела, как поблёскивает металлическая пряжка на его кожаной куртке. Только благодаря этому блеску я не теряла парня из виду. Надо сказать, бежал он шустро, ловко минуя преграды на своём пути, перепрыгивая через скамейки и мусорные баки. Мне никак не удавалось сократить расстояние между нами. А впереди уже слышалась музыка из ночного клуба, и улицу освещал яркий свет фонарей. Я понимала, что у меня остался последний шанс нагнать беглеца. Если он доберётся до клуба и смешается с толпой отдыхающих, мне трудно будет вычислить его, потому что ничего, кроме его невысокого роста и металлической пряжки на кожаной куртке, я разглядеть не успела. Неожиданно за своей спиной я услышала тяжёлый топот. Я оглянулась и заметила вдалеке долговязую фигуру. Человек бежал за мной и широко размахивал руками. Я потеряла несколько секунд, отвлекаясь на своего неожиданного преследователя, а когда снова повернула и поискала глазами парня в кожаной куртке, поняла, что потеряла его. Он завернул за угол дома, где кипела залихватская ночная жизнь, и сотня подростков отдыхала, развлекаясь у входа в ночной клуб. Там, в толпе, я его уже не смогу найти. Тогда я решила разобраться с долговязым, что преследовал меня, нырнула за дерево и приготовилась застать наглеца врасплох. Когда долговязый поравнялся со мной, я бросилась на него сзади и повалила на асфальт. — Это я! Это я! — завопил мужчина. Его голос я, разумеется, сразу узнала. — Еще бы! Ведь с этим человеком я разговаривала несколько минут назад, до того, как неизвестный парнишка в кожаной куртке нарушил наше непринужденное общение. — Эдуард Петрович! — сказала я зло, подавая руку своему непутевому клиенту. — Почему вы бежали за мной? Я велела вам оставаться в машине. Но ведь вы мой телохранитель, а я ваш клиент. Мы всегда должны быть рядом. Оправдывал он свое поведение, отряхивая брюки. — У вас слишком примитивные представления о моей работе. Если вам дорога ваша жизнь, делайте то, что я говорю. — Но вы сказали мне оставаться на месте, а это противоречит принципам работы телохранителя. — Эдуард Петрович, я знаю о принципах своей работы. — Давайте вы не будете учить меня, — сказала я укоризненно. — Я остался один в чужой машине и был в опасности. Вы не думали об этом? Не унимался мужчина. Он размахивал руками и тяжело дышал. Мы возвращались к Фольксвагену. Я шла впереди, мой клиент семенил рядом. Многословность Эдуарда Петровича несколько утомляла. Но я никак не реагировала на его замечания. Костя был прав. Журналист Крапивин — своеобразный человек. Находиться в его компании больше десяти минут просто невозможно. А мне предстояло наслаждаться обществом разговорчивого журналиста до тех пор, пока не выяснится, кто и по какой причине его преследует. Глава первая Утро того же дня Уверяю тебя, в твоей работе такая машина будет просто необходима. Надежное средство, безопасное, в хорошем состоянии. Олег, прошу тебя, хватит. Я хорошо к тебе отношусь, но покупать этот хлам не собираюсь. Я скептически оглядела транспортное средство, которое так настойчиво впаривал мне мой старый знакомый. Если бы эта машина была в хорошем состоянии, ее не списали бы. Повторяю тебе, Олег тряс руками перед моим лицом, убеждая о выгодности сделки. Ее списали не из-за плохого состояния, а из-за реорганизации. У нас теперь будут новые машины, а эту малышку... Он провел рукой по капоту бронированной инкассаторской машины. Приходится продавать за бесценок. Даже не догадывалась, что ты такой предприимчивый, усмехнулась я. Побереги свои доводы для какого-нибудь дачника. Я ж тебе как другу. По старой дружбе хочу машинку свою продать, а ты не ценишь моих стараний. С обидой в голосе сказал бывший инкассатор Олег Проханов. Спасибо за старания, Олежка. Я похлопала по плечу обидчивого парня и улыбнулась. Только мне этот броневик ни к чему. Ясно. Олег шмыгнул носом. Как хочешь. Но знай, машина супер, а такой мечтает каждый. В этот момент зазвонил мой мобильный телефон. Я обрадовалась возможности под благовидным предлогом покинуть гараж Проханова и избавить себя от мучительного и бесполезного разговора со старым знакомым. Извини, кивнула я Олегу и вышла на улицу. Позвонил еще один мой старый знакомый. Следователь городской прокуратуры Костя Мечников. Обычно я ему звоню, когда появляются какие-то проблемы или вопросы по работе, но на этот раз Константин удивил меня и позвонил первым. Женя, привет. У тебя сейчас есть работа? Мечников сразу перешел к делу. Значит, вопрос действительно серьезный и не терпит отлагательств. Нет, я в отпуске. Уже два дня. Отлично. Тогда я хочу попросить тебя об одной услуге. У тебя проблемы? Нет, не у меня. Ты мне только скажи, ты согласна заняться новым делом или хочешь продлить свой отпуск? Продлить? Я усмехнулась. Куда уж продлевать, он и так слишком затянулся. Тогда я заеду за тобой в три часа. Устроит? Устроит, ответила я и отключилась. Олег, заметив, что я закончила телефонный разговор, подошел и вопросительно посмотрел на меня. Точно не будешь брать машину? — Точно. Я кивнула. — Извини, я должна бежать. — Понятно. Он тяжело вздохнул. — Слушай, Жень, а у тебя нет на примете какого-нибудь дачника? — Нет, Олег, но если появится, немедленно направлю к тебе. Я взглянула на часы. Было начало второго. Времени хватало только на то, чтобы доехать до дома, быстро переодеться и перекусить на скорую руку. Мечников заехал за мной без пяти два. К этому времени я была в полной боевой готовности. Перекинув сумку через плечо, я чмокнула свою дорогую тетушку и, ничего ей не объясняя, поспешила вниз. — У меня мало времени, — деловито начал Костя. — Так что давай сразу к делу. Мечников надавил на педаль газа, едва я закрыла дверцу машины. — Давай. Один человек обратился ко мне с просьбой о помощи. За ним кто-то следит. Причем уже продолжительное время. — Продолжительное время? Это сколько? — Около недели. Потом странные телефонные звонки начались, угрозы. Но при этом звонивший ничего от него не требует, просто говорит гадости и обещает в скором времени наказать засадеянное. А этот человек понимает, за что его собираются наказывать? — Кстати, он кто? — Имя Крапивина, Эдуарда Петровича, тебе о чем-нибудь говорит? — В ровном счетом ни о чем. — Я так и думал, — усмехнулся Костя. Я укоризненно посмотрела на следователя. — Не обижайся. Мечников поймал мой недовольный взгляд. Крапивин — журналист, печатается во всех политических и экономических журналах нашего города. Ты, конечно же, ничего из написанного им не читала? — Нет. А какое это имеет отношение к делу? — Тогда расскажу тебе о Крапивине поподробнее. — сказал Мечников и свернул на трассу в сторону области. Он человек свободного полета. Не хочет работать на кого-то конкретно. Творит в свое удовольствие, а потом предлагает статьи издательством. — Так, это сейчас не главное, — отмахнулась я. Крапивин понимает, за что его хотят наказать? Догадывается, о чем идет речь? — Понятия не имеет. — А что ты как следователь сделал? — Жень, не поверишь, я как следователь даже дело возбудить не могу, потому что никакого криминала нет, доказательств угроз нет, ни писем, ни записи телефонных разговоров, голые слова. — Ну, я тебя хорошо знаю, Мечников, ты наверняка что-нибудь придумал. Что собираешься делать? — Так я уже делаю, я тебя к нему везу, — усмехнулся Мечников. — Вот, кстати, мы и приехали. Я посмотрела в окно. Мы остановились возле небольшого трехэтажного здания сталинской постройки. Вот тут и творит журналист Крапивин Эдуард Петрович. — А живет он не там же, где творит? — спросила я, выходя из машины. — Нет, Эдуард Петрович не путает работу с личной жизнью. Тут у него кабинет, а в Тарасове уютная трехкомнатная квартира. — Ясно? — кивнула я и пошла вслед за Крапивиным. — Алюзий Harald Петрович не путает